Здравствуйте! Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. Смотрите в этом выпуске. Ложкой по лбу что стало с воспитательницей из Барнаула, которая ударила ребенка в детском саду. Существенная помощь. Какие меры поддержки могут облегчить жизнь алтайским предпринимателям. Дрэк-рейсинг и хоккей на траве. Барнаул ждет сразу несколько крупных событий из мира спорта. Воспитательница из Барнаула, которая ударила ребенка ложкой по лбу, уволилась по собственному желанию. Напомним, инцидент, в результате которого ребенок попал в больницу, произошел в конце мая и вызвал общественный резонанс. К нам поступила жалоба от мамы одного из воспитанников наших о том, что воспитательница по отношению к ребенку допустила уши. Ребенка ударила. Естественно, мы сразу приняли меры, приняли жалобу, взяли объяснительную от воспитателя и решение комиссии вынесло дисциплинарное взыскание. По словам мамы малыша, в больнице у ее ребенка зафиксировали ушиб мягких тканей головы и спазм глазодвигательных мышц. Руководство детсада, помимо замечания педагогу, принесло извинения семье за случившееся. На днях воспитательница написала заявление об увольнении, пояснили в дошкольном учреждении. Между тем, сотрудники характеризуют женщину как мягкого контактного педагога. Ранее за воспитательницы подобного обращения с детьми не замечали. К слову, в Барнауле это уже не первый случай, когда действия воспитателя приводят к общественному резонансу. Так, родители скандально известного детского сада Happy Baby продолжают бороться за то, чтобы воспитатели и заведующие получили реальные сроки. Об этой истории узнала вся страна. В сеть попали кадры, на которых видно, как детей толкают, бьют, закрывают в комнатах. Как позже стало известно, а в элитном детсаду их еще и раздевали. В апреле Краевой суд оставил подсудимых на свободе. Но родители малышей будут добиваться справедливости уже в суде следующей инстанции в Кемерово. Пора менять. В Государственной Думе рассматривают несколько законопроектов, которые могли бы поддержать бизнес в нынешней экономической и политической ситуации. К примеру, закон о бухучете, который был принят больше 20 лет назад. Многие нормы международной финансовой отчетности для российских компаний уже не актуальны. Было решено проводить в регионах круглые столы, собирая предложения от тех, кто трудится в сфере бухучета. Сегодня свои мысли и предложения озвучили представители Алтайского края. Три часа общения. Делились, обсуждали, вносили предложения. Изменения в закон о бухучете назрели давно. Ведь ныне действующие положения были заточены под международную систему финансовой отчетности. Сейчас это уже не актуально. Нужно ориентироваться на свою страну и выстраивать свою систему. Что надо менять? Менять можно только, если ты услышал людей, практиков, которые работают на земле. Поэтому было принято решение комитета, мной лично, как человека, который ведет эту область, поехать в регионы, провести круглые столы. И на сегодняшний день еще раз мы услышали, насколько это актуально. Все предложения, поступившие в рамках круглого стола, в АКЗС обещали зафиксировать письменно и отправить в Комитет Госдумы по бюджету и налогам. Для того, чтобы они уже на этапе формирования нового федерального законодательства, каким-то образом легли, и в том числе Наталье Алексеевне помогли. Это сложное дело. Надо убедить и Министерство финансов, надо убедить коллег в Государственной Думе в совершенствовании федерального законодательства, чтобы в этой части поможем. В АКЗС в перспективе планируют рассмотреть проект федерального закона об их учете, внести поправки и, безусловно, поддержать. Ведь принятие нового закона должно в нынешних условиях существенно облегчить жизнь предпринимателей в части финансовой отчетности. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Алтайский край попал в десятку худших регионов по благосостоянию семей. Наш регион занял 78 место в рейтинге из 85. Результаты исследования по итогам прошлого года приводят федеральные СМИ. Так, после всех обязательных трат у алтайских семей с двумя детьми остается около 13 тысяч рублей в месяц. С одним ребенком почти в два раза больше – 23 тысячи. Отметим, что лидирует в рейтинге нефтегазодобывающий Ямало-Ненецкий автономный округ. Семьи с двумя детьми там откладывают больше 100 тысяч рублей. Далее следуют столицы – Москва и Санкт-Петербург. После всех минимальных расходов у них остается 80 и 77 тысяч соответственно. Кстати, в Алтайском крае еще выявили самое большое сокращение жителей в Сибири. По предварительным данным переписи, ее результат опубликовала российская газета. В регионе 2 миллиона 164 тысячи человек. В сравнении с 2011 годом край потерял 256 тысяч человек. К другим темам. В регионе должно появиться единое удостоверение для всех членов семьи, где погиб участник боевых действий. Такую инициативу обсуждали семьи погибших воинов в локальных конфликтов. Сегодня такая бумага оформляется на каждого члена отдельно. К тому же полагающаяся льгота по ней, например, доплата к ПНТ по потере кормильца – это больше 30% – выплачивается не автоматически, а только через суды разных уровней, заверил председатель совета. К слову, в Барнауле сейчас проживает 70 семей погибших участников боевых действий и 301 семья по краям. И для каждого особенно значимо сохранять историческую память. Так на слете обсудили ремонт Дома интернационального движения. Был пожар, к сожалению, вот 4 года он стоял, а ведь это патриотика, это тысячи детей проходили через этот дом, а там не только афганцы, там же ветераны Великой Отечественной войны были, афганской, чеченской. Конечно, я очень огорчена была и плакали, и губернатор нас принимал, и обещал сделать, но, к сожалению, пока не получалось. Но на сегодня уже есть подрядчик, и с 3 по 10 подписывают уже подряд договор, и памятник начнет делать, то есть наш дом. Вот уже больше 10 дней переход на новом рынке работает в полную силу. Напомним, его обустроили для пересадки пассажиров, а также для движения пешеходов. На время ремонта моста он будет соединять новый рынок и Дом быта. Наша съемочная группа решила узнать, чего, по мнению жителей, не хватает на этом пути, и как данное расстояние преодолевают пешеходы, мамы с колясками и любители двухколесных видов транспорта. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Ежедневно расстояние от нового рынка до Дом быта по оборудованному переходу преодолевает больше сотни жителей города. Прогулочным шагом этот путь можно пройти минут за 15, и барнаульцы поделились на два лагеря. Кому-то этот переход удобен, а вот некоторым приносит свои неудобства. Конечно, неудобно. Почему? Далековато ходить. Отдохнуть лавочки побольше бы поставили. Шли, посидели, дальше пошли. А лавочки зачем? Ну, вдруг люди старенькие идут, устали, сели, отдохнули. А, старенькие, ну, очень хорошо. Ну, так, конечно, можно. Идем, идем. Движение – жизнь. Сейчас это хорошо, а вот зимой это будет большая проблема. Проблемы есть и сейчас. Например, мамам с коляском преодолеть это расстояние весьма непросто. Во-первых, страшно идти, потому что мимо проезжают велосипедисты или любители замокатов. И часто они это делают на больших скоростях. И, во-вторых, по лестнице с ребенком просто так не подняться. Приходится искать другие варианты, которые весьма неудобны. Мне приходится идти вслепую спиной. Чтобы подняться. Придется постараться. Или так. По этой лестнице с ребенком на коляске я бы не ходила. Объясню почему. Вот этот вот пандус, он сделан либо для широкой инвалидной коляски, либо для коляски, вот, для детей совсем, малышей. Вот такая коляска для детишек немножко постарше абсолютно не подходит. Конкретно проходя по мосту, в принципе, удобно, асфальт ровный, идти можно. Единственное, что бы я хотела предложить, это разделить поток велосипедистов, там, людей, тех, кто катается на самокатах, и пешеходов. А вот удобно ли на этом переходе велосипедистам проверил на себе. И посмотрим, с какими проблемами мы столкнемся и вообще столкнемся ли. Скажу честно, на велосипеде переход я проехал за минут пять. Единственное, нужно быть внимательным, чтобы не задеть прохожих. Уж очень большой тут поток людей. На лестнице также проблем не ощутил. Можно спокойно закатить велосипед наверх. Так что преодолеть этот путь не составляет особого труда. И, как показывает наш стихийный рейд, в целом переправе можно поставить твердую четверку. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайские полицейские подвели итоги операции «Путина». Она направлена на выявление и пресечение незаконной рыбалки. Как итог, 20 нарушений, возбуждено 11 уголовных дел. Как завершился второй этап «Путины», знает Валентина Аскерова. Все скинул, гад. Снимали на видео? Да, да, да. Сюда подходи! И таких недорбаков больше сотни. Сотрудники полиции в ходе операции «Путина» изъяли около 8 тысяч метров сетей, 220 рыболовных снастей и 54 лодки. И даже когда нарушители ловят с поличным, у них включается режим актера. Чего скинул? Рыбу. Сколько рыбы скинул? Ну вот ведерко, карасик. Карасик и ведерко? Где сеть стоит? Не ставил сеть. На что ты их ловил? Купил. Таким сказкам, конечно же, сотрудники не верят. Кроме водных проверок, полиция наведалась и на рынке. Сотрудники полиции проверили 297 рынков, где осуществляется продажа свежевыловленной рыбы. 10 рыболовецких предприятий, 21 организацию по переработке рыбной продукции. Досмотрено более 5600 транспортных средств. Не покастите, говорю? Нет. Мы катаемся просто. Самый популярный способ ловли рыбы у браконьеров – это сети. Их рыбаки ставят в самых разных местах и пытаются всячески их скрыть от людского глаза. Правда, не всегда это получается. Вон она рыба. Это кто-то ее резанул, что ли? Походу, мы этим мотором кто-то прошел. Этого всего могло и не быть, если бы наши рыбаки знали, что запрет действовал до 25 мая. До этого времени ловить рыбу разрешалось только с берега и на удочку. Правила рыбалки просты. Кто их соблюдает – рыбак, кто нарушает – браконьер. И радует, что последних становится все меньше и меньше. Валентина Аскерова, Дмитрий Дроздов. День с толком. В эти выходные в Барнауле пройдет сразу два крупных спортивных события. Любители автогонок могут посетить чемпионат края по драк-рейсингу. На нем посоревнуются профессиональные пилоты со всей Сибири. А также хоккей на траве. Наши встретятся с командой Санкт-Петербурга. Подробнее расскажет Дмитрий Дроздов. Кубок ДОСА в подрак-рейсингу на аэродроме Панфилова пройдет уже восьмой раз. В гости к алтайским гонщикам приедут спортсмены из Красноярска, Томска, Омска, Новосибирска и Казахстана. Зрители увидят основную категорию гонок в разделе драк-рейсинг. Здесь главная задача гонщиков – проехать дистанцию быстрее своего соперника. Все решат секунды. И вторая категория – нововведения от организаторов. Соревнования для гражданских машин, мощность которых не больше 300 лошадиных сил. Причем принять участие здесь может любой желающий. По программе все традиционно. Суббота, тренировки и квалификация, воскресенье, финал. Во-первых, они видят те машины, которые они в повседневной жизни видеть-то в принципе не могут. Потому что это машины подготовленные, они подготовлены только для соревнований. То есть, кроме как на спортивной площадке, они больше нигде не смогут увидеть их выступления. Ну и как бы очень красивые, быстрые городские машины. Вот из Кубка 300+. Ну, это будет здорово. Здорово будет и на стадионе «Коммунальщик». Завтра в рамках чемпионата России по хоккею на траве. Одноименная команда под руководством главного тренера Владимира Кобзева встретится с командой из Санкт-Петербурга. К слову, наши гости ни разу не выигрывали в этом сезоне. Все четыре игры – поражение. У наших девушек по турнирной таблице дела обстоят немного лучше. Мы на шестой строчке. Пять поражений и одна победа. Но настигла «Коммунальщик» череда травм и болезней. Больных много. Вот сегодня с Кутель только первую тренировку вышло. Обе Ивановы пока болеют. Вся молодежь болеет у нас «Лавочка». Ну, в общем, а так настрой-то играть. Начало матча и в субботу, и в воскресенье в 13.00 на стадионе «Коммунальщик». Вход свободный. Приглашаем всех любителей хоккея на траве поддержать наших девчонок. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. О том, какой будет погода, через несколько секунд спонсор прогноза компании «Валар». Ну, а я напоминаю, что вы можете сообщать нам о том, что вас волнует. И телефон нашей редакции 205-545. Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи в эфире. Продолжение следует...